Четыре здания и одна улица. Благовещенский вернут исторический облик памятникам культурного наследия. Сейчас им ищут хозяев. С народной песней и с комарохами. Победительницы детства на Амуре поедут на фестиваль во Флоренцию. Кубок в подарок жене. 17-й вызов Амура оказался на редкость кровавым. Обо всем подробнее расскажем в ближайшие минуты в эфире новости города. Здравствуйте. Строительство второго моста через Зею в Благовещенске начнется в 2021 году. Проект сооружения одобрил Минэкономразвития России. Проектная документация для возведения моста уже готова. Более того, она получила положительное заключение государственной экспертизы. Старт работ запланирован на 2021 год. Первый автомобиль по новому переходу должен проехать в 2024. Начало мост возьмет от перекрестка улиц Горького и Первомайской и продлится до 116-го километра федеральной трассы Амур. Вантовый переход сделают двухполосным. Общая ширина составит 12 метров. Длина почти 2 километра. Стоимость мостового перехода оценивают в 20 миллиардов рублей. Почти 5 уже заложены в федеральном бюджете на 2021 год. На полтора месяца раньше начнется дорожная кампания в 2020 году. Привычные графики решили сдвинуть, чтобы перестраховаться. Не дать ливням и паводку, как это было минувшим летом, внести свои коррективы в план работ. Все контракты в рамках нас проекта «Безопасные и качественные автодороги» в правительстве решили заключить до Нового года. Это позволит приступить к работам с первыми плюсовыми температурами. Отремонтировать в Благовещенске в 2020 планируют улицы Калинина, Воронково, Игнатьевское шоссе. Продолжат реконструкцию Василенко, связывающую Благовещенск с Чигирями. Реконструировать дорогу будут участками, поэтапно закрывая и открывая готовые отрезки. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» предварительно планируют освоить 667 миллионов рублей, 272 из которых – средства областного дорожного фонда, остальное – федеральные вливания. Объекты культурного наследия Благовещенска. Четыре старинных здания выставят на торги. Одно из них перейдет в частную собственность уже в конце декабря. Новые владельцы должны будут привести строение, находящееся в полуразрушенном состоянии, в первозданный вид. Помочь им в этом финансово согласились городские власти. Каким образом, знает Анжелика Павлова. Она же расскажет, какую улицу областного центра планируют полностью реконструировать. Этот одноэтажный кирпичный особняк на улице Богдана Хмельницкого построили в конце 19 века по заказу известного благовещенский предпринимателя Евдокии Назаровой, владевшей кирпичным заводом. Последние жильцы съехали отсюда три года назад по программе переселения из ветхого аварийного жилья. То, что дом обветшал, видно невооруженным глазом. Местами обрушились чердачные перекрытия, окна выбили. Но, возможно, уже совсем скоро объект культурного наследия отреставрируют. В январе будущего года здания выставят на торги. А раньше всех с молотка уйдет вот этот частный дом на Мухина, 56. Аукцион, который объявили в конце ноября, состоится перед самым Новым годом. Передать из муниципальной собственности в частную планируют еще два ветхих здания. В феврале особняк на Красноармейской, 154. В апреле доходный дом Берчанского, 1916 года постройки. На Калинина, 57. Он законсервирован шестой год. Новые собственники будут обязаны взять на себя заботу о строениях. Чтобы было проще финансово, депутаты пошли навстречу. Утвердили налоговые льготы на имущество и землю. Было принято решение на городской думе предоставить налоговые каникулы для собственников, которые имеют исторические здания. Сумма-то будет небольшая, 664 тысячи. Но она позволит собственникам начать ремонт, сохранить эти здания в течение трех лет. Льготы собственники получат с 1 января 2020 года. При условии, что будут вкладывать деньги в ремонт и реставрацию помещений. После они смогут использовать объекты по своему усмотрению. Открыть там магазины, музеи и прочее. Главное, что достраивать дополнительные этажи и делать пристройки к объектам культурного наследия запрещено. Как показывает практика, новые владельцы памятников архитектуры закон соблюдают. Реставрируют исторические здания в городе ежегодно. Недавно первоначальный облик обрело здание на Шевченко-10Б и бывшая почтово-телеграфная контора на Ленина-142. Скоро в первозданный вид приведут еще одно. Здание Островского-43, это бывшая станция туризма-краеведения. Оно было... Три года назад было продано, оно находится в частном владении. Выполнен проект реставрации, он прошел историко-культурную экспертизу. Работа в этом году начата и в следующем году, надеюсь, будет завершена. Реконструкция ждет и самую первую улицу Благовещенска, переулок Релочный. Сейчас здесь три десятка зданий, в их числе около десяти старинных деревянных. Концепцию по сохранению и реконструкции исторического переулка поручил разработать губернатор Василий Орлов. Документы ему должны будут предоставить в марте 2020-го. Анжелика Павлова, Денис Лугов, программа «Город». И к другим темам. В Благовещенске эвакуировали учеников сразу девяти школ. На центральный пункт пожарной связи поступили сообщения, что в учебных заведениях находятся взрывные устройства. В список ложно заминированных попали школы номер 2, 14, 16, 25, 26 и 27, а также 1-я и 25-я гимназии, 11-й лицей. На все указанные адреса незамедлительно выехали оперативные службы. Занятия у школьников первой смены отменили, детей эвакуировали из зданий. Всех, кого сразу не смогли забрать родители, разместили в теплых помещениях. Это подъезды соседних домов, и у нас были доступы в эти подъезды, потому что со старшими домов есть определенная договоренность. Это ближайшие магазины, детские сады, которые используются тоже для того, чтобы временно разместить, и автобусы, которые могли использовать для времени нахождения детей до того, как их заберут родители. В это время школы, в которых якобы находились взрывные устройства, обследовали полицейские, сотрудники Росгвардии и кинологи. Опасных предметов правоохранители не обнаружили. Занятия учеников второй смены прошли в привычном режиме. Подсветку елки в центре Калининского кольца сделают динамичной, а у светодиодного шара на площади Ленина больше не будут ставить ограждения. Городские власти стараются внести новшества. Новогоднее убранство – Благовещенска. Нюансы обсудили на тематическом оргкомитете. Во главе угла – безопасность посетителей снежного городка. Поэтому на время его строительства жители и гостей города просят воздержаться от прогулок во площади Ленина. На этой неделе специалистам предстоит установить там елку высотой 21 метр, залить каток, закончить работы с фигурами, которых в этом году будет больше – 9 снежных и 35 ледовых. Степень готовности еще достаточно низкая, хочу отметить. И сегодня была поставлена задача все-таки активизировать всю работу по приведению город в состояние все-таки праздничное, поскольку уже первое мероприятие с детьми проходит 18 декабря. В праздничные выходные в городе проведут больше тысячи культурных и развлекательных мероприятий. Самые масштабные намечены на 31 декабря, 3 и 6 января. В Берии уже готовы схемы тематических площадок. Каток в этот раз задействуют в каждый из дней. На нем пройдет и ледовая сказка, и спортивные состязания, и массовый праздник под названием «Горячий лед». Построить собственный снежный городок, поставить елку и просто красиво оформить двор к новогодним праздникам зовут жителей города. В рамках конкурса «Новогоднее волшебство» или «Мечты сбываются». Самым активным благовещенцам обещают подарок. Все, что нужно горожанам, это украсить придомовую территорию, записать видеопрезентацию и рассказать, что является мечтой жителей вашего двора. Обращения до 23 декабря ждут в администрации города. Адрес на ваших экранах. 10 лучших роликов разместят в инстаграм-аккаунте мэрии. В течение трех дней там будет идти голосование. Итоги подведут 26 числа. Главным призом станет помощь в реализации общей задумки. Работы по благоустройству двора победителя обещают провести не позднее 30 сентября 2020 года. Три юных амурчанки поедут во Флоренцию на фестиваль «Россия. Европа молодая». Это стало возможно благодаря фонду президентских грантов, который подарил по 100 тысяч рублей обладательницам гран-при фестиваля «Детство на Амуре». Ими стали Ксения Франгулян из Белогорска, а также две жительницы областного центра Мария Бакина и Эльвира Березкина. За подготовкой творческих благовещенок к очередному конкурсу наблюдала наша съемочная группа. «Русская народная песня «Как пойду я на быструю речку»» завоевала для Эльвиры Березкиной победу на фестивале «Детство на Амуре». О том, чтобы стать первой в международном вокальном состязании, девочка мечтала 4 года, теперь собирается во Флоренцию. В апреле 2020-го будет петь для итальянского зрителя «Русскую народную песню», ту, что стала ее талисманом, и Арию Кирубина из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Я бы сказала, что легче, как пойду на быструю речку, потому что народные песни, их можно интерпретировать. А вот старинные, арии, старинные произведения, их интерпретировать нельзя. Их нужно петь строго по нотам. Выступатель Эльвира будет в консерватории имени Луиджи Кирубини. Поддержать юную благовещенку намерена ее педагог Татьяна Бедерина. В прошлом году она уже ездила на престижный конкурс вместе с Лизой Долженковой. Привезли первое место. Татьяна Леонтьевна всех своих воспитанников настраивает не только технически, но и психологически. Мы всегда стремимся только к лучшему. Я всегда говорю, что если участвовать в конкурсе, то быть первыми. Вторыми, третьими всегда можно, ну как бы, да, наверное, но стремиться надо всегда быть лучше. Совсем не гонится за первым местом другая участница поездки Мария Бакина. Девочка стала обладательницей гран-при в конкурсе декоративно-прикладного искусства. Это ее первая большая победа. Жюри фестиваля по максимуму оценили фигурку скомороха, которую девочка исполнила всего за неделю. Идея родилась на занятии в художественной школе. По истории искусств мы проходили творчество на Древней Руси. И скоморохи развлекали людей, забаву какую-то приносили. И в связи с этим мы решили сделать такую работу. Во Флоренцию Маше повезет сразу четыре куклы. Каждая фигурка будет отображать одно из времен года. А на платьях девушек нарисуют достопримечательности российских городов. Красную и Дворцовую площади. Церковь преображения Сергееву Лавру. Это еще и познакомит зарубежного зрителя с нашей страной. Нужно было поддержать эту тему. И поэтому взяли куклы. Ну и в каком-то образе. Просто ведь, например, если взять русские сказки, например, Баба и Галя, или какие-то другие, то они, может быть, и не поймут. Они не знают наших сказок. Во Флоренции девочки проведут четыре дня. Помимо выступлений для них запланировали и большую экскурсионную программу. Кристина Слепцова, Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Выезжать не только на международные фестивали, но и гастролировать по области планируют участники «Детство на море». Об этом они рассказали на общественном совете в городской администрации. Там же подвели итоги фестиваля, прошедшего при поддержке фонда президентских грантов. Те показатели, которые мы планировали, какие-то в десятках, они у нас в итоге выходят на сотни. То, что мы планировали в сотнях, у нас выходит на тысячах. Это участники, это педагоги, это родители, это приглашенные гости, члены жюри, те, которые не просто оценивают ребят, поздравляют их, дарят им призы, подарки, но и те, которые выполняют свою социальную функцию. Отдельно организаторы поблагодарили за поддержку мэра Благовещенского Валентину Калиту и председателя Гордумы Елену Евглевскую. И тех, кто обычно остается за кулисами. Руководители учреждений культуры города. Общественного культурного центра, дома ремесел, городского дома культуры ЦДШИ. Награды за надежное и плодотворное сотрудничество получил и коллектив нашей телекомпании. А теперь пятиминутка спортивных новостей. Изрядно понервничать и не раз зажмуриться пришлось любителям панкратиона. Тот, что на выходных прошел в октагоне Гранд-Арена, оказался самым кровавым за всю историю вызова Амура. Два Благовещенца неожиданно для всех устроили агрессивную схватку. За этим и другими поединками наблюдала наша съемочная группа. Рекомендуем отойти от экранов слабонервным и детям. Пересечь темный зал, раздеться до шорт, зайти в октагон. В нем подобно тигру в ожидании куска свежего мяса метаться. Ожидание боя еще и первого, то еще волнение. Бойцы сошлись. В зале напряжение, тишина. И только тренер из синего угла не думает молчать. С рук начинай теперь, Миша. Теперь надо побить. Вот, молодец. Только руки держи. Благовещенцу 19 лет, Заветинцу 27. Последний в битвах Амура участвует в третий раз. Опытный Владислав Захаров первым травмировал соперника. До крови на капе. Но на результат удар не повлиял. Молодой соперник вцепился как клещ. Досрочно завершил бой удушающим. К неудаче гость отнесся философски. Когда-то у меня будет на моей улице праздник. Когда мы так же подеремся, так же я выиграю кого-то. Так что это спорт. Так что все бывает. Не меси на него. Не надо. О том, что панкратион – это спорт, а не дворовая драка, кажется, позабыла другая благовещенская пара бойцов. Спустя секунды пришлось просить помощи медиков. Виталию Селезневу голову рассекли. Продолжить бой мужчина смог. Победить уже нет. Во втором тайме его добили техническим нокаутом. А сходка благовещенца с гостем из Таджикистана яркой не получилась. Хотя именно этот бой организаторы ждали больше всего. Вместо агрессивных атак – длительные захваты. Парни почти два раунда пролежали в обнимку. Под конец настранец активизировался. Оказалось, просто силы берег. Победу обещал жене. Она беременна, в положении. Она нервничала. И я тут нервничаю, потому что лишний килограмм не уходили. И не мог их подвезти, потому что скоро сын родится. Я хочу, чтобы... Я обещал семью, что я привезу кубик, что бы не было. Я весь себя оставил тут. 17-й вызов Амура свел носом к носу два десятка бойцов. Одни всю жизнь занимались самбо, другие – карате. Но в клетке импровизировали. Таковы правила ММА. Это было давно, в 90-х годах, когда было противостояние стилей. Когда боксер выходил против каратиста, или борец против самбиста. Теперь ребята занимаются ММА, смешанным боевым единоборством. Они все специалисты во всех. И в технике борьбе, и в технике ударов. Все универсалы. Да, универсалы. И лучше всего свою универсальность доказали благовещенцы. Забрали шесть побед из десяти. Кристина Каширина, Сергей Захарушкин, программа «Город». Подстроиться под правила другого единоборства пришлось и дальневосточным вольникам. Они присоединились к региональному турниру по греко-римской борьбе. В спорткомплексе «Амгу» он прошел в одиннадцатый раз. Традиционно соревнования посвятили памяти мастера спорта СССР Александра Степанюка. Благодаря ему классическая борьба существует в Амурской области. На ковер в этот раз вышло восемь десятков спортсменов до 16 лет. Часть из них слабослышащие и глухие. Среди них этот спорт активно развивается. Потому как в судопереводчики во время схватки спортсмены не нуждаются. Рефери и так показывает команды жестами. Во время турнира ни одного спортсмена не дисквалифицировали. И это при том, что в греко-римской борьбе уйма запретов. К примеру, делать зацепы, подсечки, а также захваты ног руками. По итогам первенства организаторы разыграли комплекты наград по 23 возрастным и весовым категориям. Три дистанции от полутора до пяти километров свободным и коньковым стилем прошли 70 участников первенства города по лыжным гонкам. Покорить самую протяженную трассу замахнулся 79-летний благовещенец Анатолий Дехнич и вошел в число призеров. За ходом соревнований наблюдал наш телеоператор. Продолжение следует... Обошел пол сотни ровесников. 12-летний биатлонист из Благовещенска выиграл кубок Анны Багалий. Ярослав Кузнецов взял сразу три золота в турнире. Крупные соревнования проходили в Мурманске, включали три этапа. Спринт, гонки индивидуальную и преследование. В последнее спортсменам предстояло преодолеть дистанцию в 1 километр 200 метров, целых 4 круга, а после попасть по мишени. Ярославу удалось сделать это за 11 минут 55 секунд. Этот результат удостоили золота. К слову, на турнире Анны Багалий Благовещенец уже становился лучшим. В прошлом году парень одержал историческую победу. До этого времени амурчане не попадали в список медалистов 25 лет. Эта новость завершает выпуск. Я с вами прощаюсь и напоминаю, присылайте свои истории, фото, видео на наш ватсап, и они станут новостями в программе «Город». Всего вам доброго и хорошей рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин